Великого Мастера Икмана В итоге Брюс Ли разработал свой собственный стиль Джит Кун До Первый сольный фильм Брюса Ли вышел в 1971 году под названием «Большой босс», где Ли играет китайского паренька Чена, приехавшего вместе со своим дядей в Таиланд и пообещавшего матери никогда не драться, о чем ему напоминал медальон на шее Здесь он сталкивается с наркомафией. Первый бой проходит на фабрике, где бандиты приехали усмирять рабочих Далее Чен обнаруживает во льду наркотики и мертвых пропавших братьев, после чего мафия пытается его убрать, но у них ничего не выходит Затем Чен решает расправиться с боссом мафии и отправляется к нему домой Где укладывают одного за другим его немногочисленную охрану В финальной сцене фильма Чен сходится с главарем, который тоже неплохо владеет кунг-фу, однако этого оказывается недостаточно В 1972 году выходит следующий фильм «Кулак ярости» Ди Чен приезжает на похороны своего учителя и узнает, что японцы всячески унижают и оскорбляют школу китайского кунг-фу и ее учеников Он один приходит в японскую школу и доказывает превосходство кунг-фу, избивая всех учеников разом «Кулак ярости» «Кулак ярости» Расправившись с целой японской школой, Чен демонстративно побеждает и их учителя Узнав, что японцы отравили учителя, Чен начинает мстить, убивая всех на своем пути Оказывается, чтобы справиться с наглым выскочкой, японцы пригласили европейского силача, но и он не в силах справиться с непобедимым Ченом В финальной сцене фильма Чен все-таки добирается до главного босса Хироси Судзуки, который и был заказчиком убийства учителя В конце 1972 года был представлен и следующий фильм «Путь дракона или возвращение дракона» Где Брюс Ли в роли Танг Лунга приезжает в Рим для защиты китайского ресторана от рэкета И сразу же показывает себя в действии, уложив по очереди четырех бандитов Далее бандиты прибывают с многочисленной подмогой, однако Танг Лунга это не смущает и он побеждает их всех Затем сам Танг Лунг заявляется главарю бандитов и дает понять, что с ним шутки плохи Далее Танг Лунг одерживает победу над двумя каратистами В финальной сцене фильма против Танг Лунга выходит могучий и беспощадный американец по имени Кольт Роль которого исполнил Чак Норрис После продолжительной схватки Танг Лунг одерживает верх Танг Лунг одерживает победу над двумя каратистами В этом году была представлена картина Выход Дракона, которая стала последним законченным фильмом с участием Брюса Ли, умершего за шесть дней до премьеры Картина начинается с победы Ли над Сэмом Хонгом в показательном бою Далее Ли прибывает на остров для участия в бойцовском турнире и одерживает первую победу в поединке с бойцом Ахарой Затем Ли в очередной ночной вылазке Ли укладывает охрану острова, в рядах которой был молодой Джеки Чан Брюс за кадром ломает ему шею Далее Ли крушит каратистов в массовой драке В финальной сцене фильма Ли сходится в схватке с главарем Ханом, который попытался перехитрить его с помощью зеркал Однако Ли одним ударом ноги насаживает Хана на копье Последний фильм в котором появился Брюс Ли называется Игра смерти Он примечательен тем, что Брюс Ли умер еще до окончания съемок Однако некоторые сцены с ним были уже сняты Но большая часть картины была доснята при помощи его дублеров Фильм был смонтирован и вышел на экраны лишь через 5 лет после смерти Брюса Ли Настоящие боевые сцены с Брюсом Ли используются как развязка фильма Первый бой Билли Ло выигрывает у Паскуаля, ломая ему шейнунчак Затем Билли сталкивается с корейским мастером каратэ С которым ему пришлось повозиться Но Билли побеждает, ломая ему позвоночник Уже изрядно уставший Билли сталкивается с огромным громилой Хакимом Который едва не убивает его Но благодаря своей скорости и хитрости Билли Ло все же побеждает удушающим приемом Это была последняя боевая сцена фильма с участием Брюса Ли Как вы видите, Брюс Ли, так же как и его учитель Ип Ман Не потерпел ни одного поражения за все фильмы Брюс Ли, так же как и его учитель Ип Ман Брюс Ли, так же как и его учитель Брюс Ли, так же как и его учитель Брюс Ли . Брюс Ли Брюс Ли Брюс Ли Продолжение следует...